Заболеваемость гриппом в Чувашии растет, но при этом остается ниже порогового уровня. Эпидемиологическую обстановку обсудили на совещании главы Чувашии и правительства республики. По данным Минздрава, Чуваший рост заболеваемости ОРВА и гриппом отмечается не только в республике, но и на всей территории России. И это характерное для данного времени года явление. В Чувашии за предыдущую неделю показатель вырос на 37%, причем большинство заболевших дети. Это вынудило власти ввести локальные карантины в учебных заведениях. Среди высоких заболеваемости ОРВА по состоянию на 1 февраля 2019 года приостановлен учебно-воспитательный процесс. 20 классов, 12 школ, не учатся, 513. Это в основном город Чебоксары 5 школ, научебоксарская школа и город Шумерли 4 класса. В начале текущего эпидезона лабораторно обследованы тысячи с лишним больных ОРВА возбудителем заболеваний, определены у 390. Из них 13 случаев вирусгруппы H1N1 в 2009, в 48 случаях H3N2. В остальных случаях определены возбудители ОРВА. Для оказания медицинской помощи заболевшим гриппом и ОРВА подготовлены коечный фонд специальной аппаратуры для скрининга и лечения осложненных форм. Есть запас противовирусных и антибактериальных препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств. Я бы рекомендовала все-таки образовательным учреждениям запретить проведение массовых мероприятий при дальнейшем росте ОРВА и гриппа, отменить кабинетную систему обучения. Вакцинация по-прежнему остается единственным надежным средством профилактики гриппа. В этом сезоне прививочная кампания охватила почти 540 тысяч человек. По данным министра здравоохранения, создана хорошая иммунная прослойка, что позволяет удерживать эпидситуацию под контролем. Продолжение следует...